Это видео посвящено в первую очередь тем ребятам, которые считают, что надо учить слова, также тем, кто считает, что слова надо учить, и в особенности тем, кто считает, что учить надо слова. Представьте ситуацию. Вы сидите перед списком слов, или списком фразовых глаголов, или списком предлогов, или списком топ-100 самых полезных фраз, и вы свято уверены в том, что учить язык – это учить слова, и учить слова – это учить язык. Поэтому вы очень усердно пытаетесь их запомнить. Через 20 минут, 2 часа или 2 дня вы с гордостью можете сказать, что вы выучили этот конкретный список слов. Вы можете даже сходить похвастаться маме или Марии Ивановне, дать им в руки этот список и попросить вас по нему протестировать, и вы получаете твердую 5. Проходит некоторое время, и вы начинаете учить следующий список. Если вы, конечно, не решили, что знать 100 слов или 100 фраз достаточно для того, чтобы считать, что вы знаете язык. И потом еще один список, и еще один. Вы собой жутко гордитесь. Еще бы. Столько слов выучили, и все полезные. И тут вам совершенно случайно в тексте или в речи встречается слово из самого первого списка, которое вы совсем недавно знали на отлично, и вы не можете вспомнить, как оно переводится. А потом еще одно, еще из второго списка, и так далее. Проходит еще некоторое время, и вы помните не больше половины слов из первого списка. Еще меньше из второго и третьего, а четвертый вы никогда толком и не знали. Знакомая ситуация. Естественно, вы начинаете искать виноватых. То ли список был плохой, то ли паблик, в котором вы его нашли. То ли вы начинаете считать себя за идиота, который не может 10 слов в голове его держать. Вариантов масса. Вот было бы здорово, если бы был способ повторять те слова, которые ты забыл. Не весь список, а именно те, которые ты забыл. Потому что вторую половину списка ты же знаешь. И, как и все хорошие идеи, этот способ был реализован умными людьми. Называется он spaced repetition. Что, грубо говоря, переводится на русский как интервальные повторения. Суть заключается в следующем. Вы забиваете в программу слова. Она у вас их спрашивает, и вы отвечаете, насколько хорошо вы их помните. Чем лучше вы их помните, тем позже она вам покажет их еще раз. Чем хуже, тем раньше. Процессы бесконечные, потому что, во-первых, при активном изучении языка у вас всегда будут новые слова. Во-вторых, слова, которые вы не используете, один хрен забудутся, и их придется учить заново. Самая выдающаяся программа называется Anki. Но также есть масса аналогов. Просто вбейте в Google Space Repetition, и их там десятки будут. Я пользуюсь Anki уже два года, и, собственно, в этом видео я хочу поделиться своим богатым опытом. Это топ-5, как не надо пользоваться Anki. Номер один. Примейт это колоды, сделанные кем-то другим, не вами лично. Я всегда говорил и буду говорить. Без контекста язык не существует. Поэтому чужой список слов, каким бы полезным он ни был, не принесет вам ничего, кроме разочарования и впустую потраченных часов в считанных попытках впихнуть в себя хотя бы 200 слов. Номер два. Не надо запихивать в колоду все незнакомые слова, которые вам встретились. Во-первых, это довольно трудоемкий процесс, и в конечном счете он отобьет у вас желание пользоваться Anki вообще. А во-вторых, вам нужно помнить не только слово, но и контекст, откуда это слово у вас вообще взялось. Если у вас будет 10 незнакомых слов из одного предложения, то вы из них все равно запомните только два. Остальные у вас будут только отнимать время и энергию. Номер три. Лич, это пьявка по-английски, обозначает карточки, которые вы никак не можете запомнить. Это одно из самых сложных испытаний, которое вам предстоит. Спустя два года пользования Anki и бесконечного вбивания новых карточек, в какой-то момент Anki вам выдаст сообщение о том, что вы указали, что забыли эту карточку слишком большое количество раз, поэтому ей был присвоен статус пьявки, и она убрана из колоды, чтобы спасти ваше время и нервы. Возможно, у вас возникнет буря негодования, вероятно даже две. Первая будет. Я два месяца уже учу это слово, почему я не могу его запомнить, я что, совсем тупой? Вторая буря поменьше будет. Как же так? Я потратил 15 секунд на то, чтобы вбить его в Anki, а теперь от него будет совсем никакой пользы? Поэтому, возможно, у вас, как и у меня, возникло желание зайти в настройки и отключить приостановление личей. Но, спустя полтора года я был вынужден признать, что если вы с семи попыток не смогли выучить слово, то вы не выучите его из семидесяти семи. Поэтому не трепите себе нервы и приостанавливайте пьявок. В языке есть еще масса других слов, которые заслуживают вашего внимания. Номер четыре. Редактируйте карточки. После третьего забывания карточки, пока она еще не окончательно превратилась в пьявку, ее можно попытаться спасти, отредактировав содержимое. Можно добавить какую-нибудь новую фразу, где используется это слово, можно изменить перевод карточки. Даже просто перестановка слов в переводе или в оригинале может спасти. Номер пять. Ставьте вначале русский перевод. Это одна из самых важных вещей, потому что вам никто ее не скажет. Я не знаю, как в других программах, но в Anki это особенно важно. Я точно не уверен, в чем заключается проблема, но насколько я понимаю, система выглядит примерно так. После создания карточки, Anki вам вначале показывают лицевую сторону, а потом оборотную. И спустя пару месяцев, вначале вам тоже будет показана лицевая сторона, а потом оборотная. Поэтому если вначале вы увидите карточку с переводом на русский, то потом, когда спустя пару дней вы увидите карточку с переводом с русского, вы ответите на нее правильно не потому, что вы ее помните, а потому что пару дней назад вам о ней напомнила другая сторона карточки. Перевод на русский всегда проще, чем с русского, поэтому лицевая сторона карточки всегда должна быть переводом с русского, а не наоборот. Номер 6. Не пытайтесь учить слова из словаря. Этот пункт похож на первый или второй, но на самом деле нет. Это была моя попытка обойти систему и сделать невозможное. Если вкратце, то у меня не получилось. Я знаю японский и сейчас учу китайский. Учить китайский, зная японский, довольно просто, потому что концепция иероглифов не пугает и более того, примерно половина иероглифов совпадает. Я, будучи законченным лентяем, решил учить язык, отталкиваюсь только от знаний иероглифов. Суть заключалась в следующем. Каждое слово цепляется одним из иероглифов к другому слову, и таким образом выстраивается теоретически бесконечная цепочка из слов, которые легко вспомнить и поэтому легко выучить. Эта цепочка создавала некое подобие контекста, и так как визуально все иероглифы мне были знакомы, мне оставалось только выучить произношение и смысл конкретного сочетания иероглифов. Данная система работала довольно неплохо, но потом где-то на 300-400 слове она сломалась. Она рухнула в первую очередь под гнетом квазиамофонов и перевертышей. Создание отдельных колод для них замедлило разрушение, но спасти ее все равно не смогло. Потом в ход вступили синонимы, и отсутствие настоящего контекста все-таки в итоге привело к тому, что система развалилась, и осталась просто груда разрозненных слов вместо встроенной цепочки. На данный момент я разбираю эти завалы, и те слова, которые я ничем не могу связать, я просто убираю, потому что открыть колоду с китайскими словами, которые переполнены этими семантическими трупами, стало просто невозможно. В общем, в чем совет-то заключается? Возьмите живой источник языка и тащите слова оттуда, не надо их вытаскивать из словаря. На сегодня все, если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был Ирвин, детерминизм это свобода, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok